Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Миновала еще одна пятидневка. Мы продолжаем следить за событиями на финансовых рынках, продолжаем обсуждать наши инвестиционные идеи, которые тянутся еще с конца прошлого года. И продолжаем, будучи покупателями доллара, искать все-таки обоснованной фундаментальной поддержки для этого самого актива и в том, чтобы он, собственно, реализовал ту динамику, на которую мы настраивались. Вот сегодня, когда готовился к брифингу, попала мне в внимание статья о сети, которая, в принципе, приурочена к оценке текущей ситуации пары доллар-японская иена. Вот заголовок этой статьи «Нестабильная консолидация». Время, когда можно делать ставки на исход дальнейшего, собственно, поведения и судьбы американцев. Конечно же, это такой зауалированный акцент на то, что сейчас на рынке в отношении доллара, ну, не совсем обычная, скажем, ситуация, потому что и фундамент, который мы с вами в виде статистики получали в последние недели, он, безусловно, способствовал тому, чтобы американская валюта оказалась выше текущих значений. Вы помните наши с вами как косрочные цели на неделю, чтобы пара уверенно закрепилась выше отметки 111.50, даже тестировала сопротивление 112, были для этого шансы. Но, к сожалению, эти шансы стремительно были сведены к нулю, после того, как трейдеры отреагировали на протоколы американского регулятора, заседание последнего, которое состоялось в июле, и отреагировали, как вы помните, снижением доллара, поскольку валился индекс доллара и, собственно, снизились доходности американских трейджей. Вот, собственно, к протоколам мы сегодня еще вернемся. Но, миновав, собственно, ситуацию с протоколами и с статистикой, получив, наконец-таки, тот самый сигнал, когда можно уже сквозь пальцы смотреть на эскалацию геополитической напряженности, когда этот форс-мажор рыночный сошел на нет, мы вроде бы как выдохнули, и приготовились бы уже постепенно покупать американскую валюту, как снова на рынок пришел негатив. Этим негативом стала террористическая атака, угроза вот в Барселоне, которая снова, к сожалению, как вы знаете, по последствиям уже привела к самому худшему, что только могло быть, и стоила человеческой жизни. Рынок, безусловно, на эти события реагирует молниеносно, и как вы все прекрасно знаете, тут же повышается спрос на защиту, а поскольку доллар японская иена, это, по сути, конкуренция американца, и одного из традиционных основополагающих защитных активов японской валюты, именно она пользовалась спросом, и, в принципе, продолжает делать это сейчас. Успокаивает только один момент в плане рыночной, собственно, динамики, то, что это уж совсем локальные геополитические катаклизмы, они, как правило, влияют на поведение инструментов в очень короткий промежуток времени. Но не дай бог, чтобы у этого инцидента было какое-то другое продолжение. Я надеюсь, что, конечно же, не будет. Поэтому сегодня для американца влажная торговая сессия. Мы уже замыкаем неделю. Нужно уже окончательно определиться с настроением. И, наверное, трейдерам все-таки нужно иметь в виду то, что те факторы поддержки, которые выступали стимулом для спроса на ту же самую японскую валюту, они постепенно сходят на нет. У нас в следующей неделе будет приурочена к встрече руководителя региональных ЦБ, ключевых центральных банков. Это симпозиум Джексон Холли. Он стартует в четверг и продлится до субботы. То есть мы с вами будем обсуждать активно в среду, в четверг, в пятницу. По факту итогов уже субботних поговорим в понедельник. У нас есть опыт, друзья, последних на встрече представителей регуляторов пресс-конференций. Опыт того, что очень многие специально демонстрируют решительность на подобных форумах. Решительность в плане конкретики для рынка по поводу того, что будет с монетарными политиками. Ну, здесь лидерство, конечно же, принадлежит Драги, который, в принципе, в последние несколько лет анонсировал там определенные изменения монетарной политики, которые тут же приводили к резкой реакции в динамике евро. Сейчас, правда, на рынке фигурируют слухи о том, что Драги едет на эту встречу не для того, чтобы травить, опять же, байки возможных изменений в монетарной политике, либо, собственно, вообще закладывать рыночные ожидания по тому, что такие изменения возможны. Драги едет на встречу для того, чтобы говорить о перспективах роста мировой экономики и о текущем, собственно, о состоянии экономики еврозоны без каких-либо дополнительных акцентов на программу количественного смягчения и процентной ставки. Возможно, это только о слухе, в то же время они на рынке сейчас приводят к локальному выступлению европейской валюты. Даже вчера, когда доллар снижался, европейская валюта не выросла, осталась тоже под давлением, и сейчас мы ее видим, в принципе, рядом с поддержкой 1.17. Про евро мы также поговорим. Давайте все-таки сначала начнем с рынка нефти, тем более, что вчера у нас по лоу, минимальному ценовому значению торговой сессии, был полтинник. Это наша с вами ближайшая цель, но это не значит, что это тот уровень, когда мы должны были выйти из нефти. Нет, мы планировали добраться до уровня 50 долларов за баррель, чтобы быстренько преодолеть эту поддержку, превратить, конвертировать ее в сопротивление и пойти еще ниже. Рынок пока не собрался с силами, чтобы преодолеть эту поддержку. Но я думаю, что ситуация может измениться, особенно с таким фундаментальным фоном, который мы накопили только за последние три недели, даже закрывая глаза на те негативные моменты для перспектив рынка черного золота, которые тянутся еще за более длительные периоды времени. Что касается вчерашней реакции, почему все-таки закрытие оказалось выше минимальных уровней, почему о котировке нефти все-таки выглядит даже в плюс, сейчас цены торгуются на отметке 50.95. Я связываю то, что происходит с нефтью сейчас исключительно только с одним фактором – техническим откатом, который никак не может быть подтвержден либо аргументирован фундаментом. А вот теперь, что касается фундамента, давайте вспомним, с чем мы все-таки подошли к последней торговой сессии этой недели, с чем мы уходим на выходные, что нам еще стоит переосмыслить и переварить эту информацию, и с чем мы, собственно, откроем следующую такую пятидневку. Это, напоминаю, друзья, правительственные данные, отчет от администрации аналитической информации, который был опубликован двумя днями ранее. Бог с ними с того, что запасы снизились седьмую неделю подряд, и снизились на коммерческие запасы на уровень, скажем, в объеме, которые являются рекордными чуть ли не за год. Был компенсирующий фактор – это рост нефтедобычи в США. Объемы производства нефти выросли на 79 тысяч до 9,5 миллионов. Это максимальный показатель производства выработки за последние два года. До этого мы работали с отчетом Baker Hughes, который тоже сегодня еще обновлены цифры. До этого у нас рост количества нефтедобычных терминалов на 3 единицы, что также является предвестником будущего роста нефтедобычи в Штатах. Снова также напоминаю вам их прогноз ОПЕК о том, что производство нефти будет расти в регионах. Последние цифры указывают на то, что ОПЕК в июле увеличил добычу на 0,5%, доведя показатель до 33 миллионов баррелей. Если кто-то сомневается в этой оценке, тут же вам, в качестве завершения подтверждения доклада Международного энергетического агентства, которые также пришли к выводу о том, что страны ближневосточного картеля несколько перестарались с загрузкой производственных мощностей, потому что общий показатель добычи действительно уже претендует на то, чтобы оказаться выше 33 миллионов. В прошлом месяце добыча выросла на 260 тысяч, это при том, что регионы должны сокращать добычу и действовать в соответствии с договоренностями, удерживать совокупное производство на отметке в 32,5 миллиона баррелей. Я напоминаю вам про прогноз администрации энергетической информации на август, точнее на сентябрь 2017 года, когда сланцевая выработка производства должно вырасти еще на 117 тысяч до 6,15 миллионов. Я напоминаю вам то, что по данным администрации энергетической информации за прошлый месяц было освоено 208 новых нефтяных скважин, правда, не доведены они еще до активных, работающих уже буровых, до полноценных производственных мощностей. Но это первый шаг навстречу того, чтобы заложить, опять же, еще один дополнительный триггер для сохранения высоких показателей производства на будущее, потому что если сланцевая нефть и дальше будет сланцевая активность и переживать самый настоящий бум, тогда, конечно же, производство будет расти, и рост на обычных штатах мы с вами уже расцениваем как еще один, точнее, как основной фактор, который снижает эффективность усилий объекта, направленных на ремонтировку рынка. Сегодня у нас рынок не блещет отчетами, но в 20.00 по московскому времени мы с вами смело можем ждать данные от Baker News по количеству у них терминалов. Не сомневаюсь в том, что нас ожидает очередной прирост, о котором мы с вами поговорим уже в понедельник. И не нужно, опять же, обращать внимание на то, что периодически мы наблюдаем и снижение, опять же, количество терминалов. Сейчас вроде бы как темпы роста находятся на минимальных значениях с начала 2017 года, но все равно, друзья, темпы роста в априори вообще, в определенный рост, он и в Африке рост. Количество терминалов увеличивается, и это позволяет нам говорить о том, что нефти на рынке в целом черного золота будет все больше и больше. Переизбрыток сохранится, а значит, мы будем наблюдать постепенное снижение для меня котировок и бренды WTI к более низким значениям. Надеюсь, то, что мои дополнительные комментарии и ежедневный, собственно, обзор того, что происходит на рынке для кого-то является излишним, особенно для тех, кто и без меня уже знает, что нефтянка – это аутсайдер рынка. Но все-таки для тех, кто только начинает интересоваться этим инструментом или для тех, кто ищет определенные параллели с российскими реалиями или больше заинтересованным в том, чтобы что-то определенное случилось в курсе российской валюты, позже ожидания и долгосрочные прогнозы могут быть полезны. Поэтому по нефти давайте все-таки затащим бренд ниже 50. У нас на руках все для этого возможности, мы это уже почти сделали на этой неделе, но ничего, подождем, уйдем на выходные и на следующей неделе все-таки попробуем реализовать эту цель. Российская валюта 59.30 был уже создан по предлогу для того, чтобы рубль основу двинул в район 60, когда котировки приближались к 50 долларам за баррель. Но вот технический откат, который я, в принципе, уже охарактеризовал, стал причиной локального укрепления и российской валюты. Здесь по рублю тоже ситуация не меняется, нужно ждать, терпеть, хотя, наверное, терпеть – это не совсем правильное слово, мы ведь не на 55 сейчас находимся против доллара, мы находимся на уровнях, когда совершенно четко и очевидно можно говорить, что корреляция практически восстановлена с тем, что происходит на рынке нефти, и стоит только ловить вот эту синхронную динамику. Стоит нефть, зажата в узком диапазоне – это действительно так. Мы никак не можем выйти из коридора 50-50 и, по сути, 52-1,5 доллара – это не так уж и много. Как только это случится, больше вероятности, скажем, процентов 80 на 20, то, что это произойдет через пробой поддержки 50 долларов за баррель вниз, разумеется, будем говорить о девальвации рубля выше 60. Американская валюта против иены. Доллар продолжает терять против защитных инструментов, никак он не может все-таки оказать достойное сопротивление, хотя и иметь для этого возможности. Но все-таки бороться с желанием трейдеров при определенном новостном фоне не рисковать на рынке – тоже понятно. Почему доллар сейчас не растет? Мы, собственно, начали с этого брифинга. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что виной сейчас слабости доллара не то, что случилось внутри экономики, не какие-то новые конкретные сигналы, которые поступили на рынок о том, что ФРС не будет повышать процентную ставку, ФРС не будет сокращать баланс центрального банка и Трамп не будет реформировать экономику. Ну да, сейчас складывается ощущение, что все именно так. Но я думаю, друзья, тот обзор, который мы проводим фундаментального фона по штатам изо дня в день, наверное, должен был бы уже посеять, собственно, скажем, вот эту основу понимания и видения того, что американский регулятор все-таки по-прежнему настроенный на еще одно повышение процентной ставки и на скорое сокращение баланса центрального банка, который ожидается в сентябре. Вчера, собственно, вышли данные по заявкам на пособие в обезработице. Это локальная статистика – 232 тысячи с 244 тысяч. Самый лучший показатель с февраля, собственно, этого года. Но, к сожалению, этот отчет никак не мог пересидеть риски и последствия для рынка из-за террористической атаки в Барселоне. Промощное производство 0,2% с 0,4%. Если, друзья, вы нашли в этом отчете негатив, я советую призадуматься, потому что это не так. 0,2%, ну, во-первых, это все равно рост. Да, он не такой динамичный, как месяцом ранее, то есть в два раза ниже. Если разбирать, собственно, этот отчет, мы сможем прийти к выводу и найти, скажем, тот самый сектор экономики, который оказался наиболее уязвленным и который потянул за собой вниз динамику роста промышленного производства. Это обрабатывающая промышленность, которая просила на 1,1%. Соглашусь, да, это много. Но все-таки у нас были и компенсаторы среди других секторов. И этими компенсаторами выступила, собственно, горно-одобывающая отрасль секта ростом на 0,5% и энергетика, которая выросла больше, чем на 1,5%. Также я хочу напомнить вам последние отчеты по активности в производственном секторе АСМ. Самый объективный отчет, который позволяет четко уже понять, какие перспективы могут сложиться для данной отрасли на ближайшие 3-6 месяцев. Так вот, последний отчет по промышленному производству АСМ просигнализировал о том, что активность растет. Эта активность, в свою очередь, указывает на то, что слабость текущего показателя является исключительно временной. А если мы еще и разобьем эту тему, вспомним то, что и доллар сейчас очень серьезно просел, а, соответственно, снижение курса национальной валюты – это рост конкурентоспособности национальных производителей, что подстегивает будущие показатели экспорта. Тогда у промпроизводства и у обрабатывающей промышленности сейчас очень хорошая основа, чтобы в следующий раз нас порадовать уже более-менее сильными цифрами. Поэтому в этом отчете не нужно видеть никакого негатива. Нужно лишь добавить его к сильным данным по рознице, нужно добавить еще к публикации протоколов последнего заседания. Может быть, в рамках представителей ФРС и назрел раскол относительно решений по процентным ставкам. Но это раскол 50 на 50. Даже я бы сказал, что большая часть представителей ФРС все-таки склоняется к тому, что нужно и повышать процентную ставку, и сокращать, собственно, баланс. Если нет единства позиций среди представителей ФРС, значит, они будут искать дополнительные сигналы в макроэкономических отчетах. Прежде всего будут ориентироваться на показатели по росту заработных плат, по розничным продажам, ну и, конечно же, по инфляции. Поэтому мы обязаны тоже продолжить следить за статистикой и, будучи уже замотивированными, скажем, на то, чтобы получить хороший профит в потенциальном росте доллара, не отказываться от идеи того, что американская валюта, как только минуют вот эти новостные события, провоцирующие трейдеров на уход в защиту, будет расти, как это были сигналы для этого даже в рамках этой недели. Мы не просто так только из-за первой этой торговой сессии прибавили больше 150 пунктов. Это произошло после того, как рынок успокоился, немножко отойдя от темы риска развития эскалации напряженности в отношениях между США и Северной Кореей. И если сейчас не случилось бы этого теракта, я думаю то, что доллар и японская иена котировались бы уже выше отметки 111.50. Давайте ждать дальнейшего роста. Евро против доллара. Вчера у нас был отчет по инфляции. Я готовил вас к тому, что, скорее всего, цифры зачаруют, но не думаю, что настолько. В месячном выражении у нас спад на минус 0,5%, а годовое выражение так и осталось на отметке 1,3, крайне низкое, очень далекое, отцеливает 2%. Базовая инфляция просела на минус 0,6%. Базовая инфляция – это та, которая отражает здоровый внутренний потребительский спрос. То есть, судя по статистике, не такой уж и не здоровый. Поэтому темпы экономического роста, которые могут пострадать еще из-за будущего спада, точнее уже состоявшегося спада промышленного сектора из-за определенного перекоса, который образовался сейчас в показателях торгового баланса. Вы помните, мы разбирали экспорт и импорт Германии и пришли к поводу о том, что экспорт снизился. И все это мы закольцевали под одну причину – это крайне высокий обменный курс евро. Вчера вышли протоколы Европейского Центрального Банка и что и требовалось доказать сами представители ЕЦБ. Крайне беспокойны тем, что курс евро забрался очень высоко. Еще одна причина, почему евро имеет куда больше шансов оснований, чтобы начать, точнее продолжить свою долгосрочную коррекцию. Спред между доходностях немецких бумаг и американских казначейских облигаций сейчас по-прежнему находится в очень высоком значении. Около 180-190 пунктов. В случае, если на встречах в Джексон Холли все-таки Трамп порадует больше, не Трамп, а драки порадует нас больше конфетики и хотя бы сообщить о том, что до конца этого года ЕЦБ не вернется к обсуждению потенциального выхода из программы количественного смягчения, этого будет более чем предостаточно, чтобы снизиться по евро чуть ли не к отметке 1.15. К этому коррекционному ралли нужно готовиться. Фунт против доллара. Роничные продажи. Вчера данные, которые разочаровали трейдеров 1.3 в годовом выражении с 2.8%. Мы настраивались на то, что высокие показатели инфляции должны, которые опережают розу народных вклад, должны сказаться на потребительской активности. Роничные продажи это, собственно, и отражает. Фунт оказался под давлением. Катерок сейчас 1.28.86. Продолжаем ставить на то, что британец будет корректироваться все ниже и ниже к отметке 1.27. Не забывайте, что, по-моему, уже на следующей неделе, хотя не буду вводить вас в заблуждение, либо на следующей, ну уж точно до конца этого месяца, состоится еще один этап переговоров по Брэкзиту. И мы готовимся к новым трудностям, которые также должны стать фактором давления для британца. Если все-таки есть у вас какая-то причина, повод, который вам удалось найти, либо просто чутье интуиция подсказывает то, что пункт может вырасти, друзья, в отношении фунта, в отношении евро я не буду вас переждать. Я просто озвучил свою позицию. В отношении британца я думаю то, что вам нужно миллион раз подумать, нежели чем присоединяться к длинным позициям. И лучше уж со всеми торговать, если вы не хотите продавать с текущих значений. Золото растет. Сейчас котировки 1287 долларов за отройскую унцию. Причина, безусловно, кроется в ослабости доллара. Ну и в том, что на рынке достаточно сейчас новостей, которые, как я уже отметил, являются причиной спроса на защитные инструменты. Плюс ко всему Трамп, который все тянет с законодательной инициативой. Вчера, кстати, эту тему снова активно обсуждали на финансовых рынках. И Трампу отвели статус золотого лебедя. Потому что Трамп, будучи крайне противоречивой и неопределенной фигурой, собственно, и делает национальную экономику и политику такой же. Неопределенной и противоречивой. А неопределенность и противоречивость – это основные факторы экспоса на золото. Сейчас также обсуждается возможность тестирования сопротивления 1300 долларов за тройскую унсу. И если каким-то чудом золото окажется выше этого рубежа, тогда с точки зрения техники действительно будут созданы возможности для того, чтобы актив двинул еще лучше. Может быть, даже претендовал на то, чтобы забраться к максимуму, которые были показаны в далеком 2011 году. Ну, это совсем уже высокие значения. 1900 долларов за тройскую унсу. Я пока эти идеи вам поддерживать не рекомендую. Держится сейчас сопротивление 1300 долларов за тройскую унсу. И мы видели до этого, как золото быстро теряет стоимости, там, несколько процентов в день, только доллар начинает расти. Если все-таки реализуется наш сценарий, то, что американская эволюция должна оклематься, золото тоже придется смириться с участью того, что не удастся, собственно, конкурировать с ростом доллара. Поэтому 1300 долларов за тройскую унсу даже в случае тестинга, наверное, не превратится в поддержку. Так и останется сопротивлением. Американский фондовый рынок просел. Это еще дополнительный, скажем, сигнал вам, тем, кто еще покупает американскую фонду, что нужно призадуматься. Я рекомендовал держаться подальше от этого рынка, учитывая его перекупленность, и подождать больше, скажем, поддержки и больше конкретики по поводу решения будущего о росте процентных ставок, сокращения баланса центрального банка либо реформы Трампа. Собственно, у нас еще миновала неделя, и, к сожалению, нет ничего нового, что можно было заложить в основу роста фонды, ничего нового из этих новостных событий. Поэтому до тех пор, пока у нас не будет смещен все-таки баланс фундаментальной поддержки в пользу того, чтобы американский фондовый рынок покупать, лучше смотреть на него со стороны и поддерживать вот эти идеи, которые на рынке присутствуют, о том, что это пузырь, который может схлопнуться и потерять больше 10-15% в очень короткий промежуток времени. На текущий момент потери за вчерашние торги около 1%, в принципе, просел весь спектр активов американского фондового рынка NASDAQ, Dow и, собственно, S&P. Ну, я думаю, что основная причина все-таки опять же связана с терактом в Барселоне, и если это так, то уже под конец сегодняшней торговой сессии, а может быть уже на следующей неделе, мы начнем постепенно отрастать. Но это не значит то, что к этому ралли нужно будет снова присоединяться. Австралийцы против доллара и новозеландская валюта против американца снизились, потеряли около 50 пунктов со временем нашего последнего брифинга. Фундаментально это то самое направление, которого и должны поддерживаться эти активы. И основные причины – это комментарии руководства Резервного банка Австралии и крайне утручающая статистика сейчас по Новой Зеландии и последние прогнозы Резервного банка Новой Зеландии о том, что данные, собственно, регуляторы и вся новозеландская экономика останутся в числе тех развитых рынков, которые не будут поддерживать идею в том, ужесточение монетарной политики. Поэтому мягкий курс сохранится, значит, это давление на национальные валюты. Но это давление будет не так активно развиваться без поддержки доллара. Поэтому все у нас опять упирается в американца. Сегодня в 15.30 выйдут данные по инфляции в Канаде. Этот отчет, который может снова простимулировать движение пары USDCAD, вчера мы увидели, как данный дуэт активов восстанавливался по причине снижения цен на нефть. Сегодня против канадца может выступить еще и статистика. И в 20.00 данные от Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Ждем очередного прироста и, соответственно, ждем, чтобы котировки нефти все-таки завершили неделю как можно ближе к 50 долларов за баррель, чтобы на следующей неделе нам было проще преодолеть этот самый технический рубеж. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, завершение недели, замечательных выходных. Увидимся мы, соответственно, в понедельник с вами на брифинге в 9.30 по московскому времени и еще на вебинаре параллельный понедельник, который пройдет в 16.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.